здравствуйте уважаемые охотники очередной вторник и очередные ответы на ваши вопросы значит хочу всех поблагодарить вопросов приходит все больше и больше и они очень интересны есть такие вопросы на которые даже как бы затрудняюсь грамотно и профессионально сразу ответить вот и надо поработать с литературой надо позвонить ряду чиновников узнать вот эти вот современные вещи чтобы вам грамотно и профессионально ответить так что очень большое вам спасибо от меня сразу могу сказать что был в прошедшие выходные на открытие летней осенней охоты на водоплавающую переславль залезком охотохозяйстве вот получил огромное удовольствие уточка была . летала я стрелял добыл норму конечно выполнил но четыре штучки добыл получил огромное удовольствие вот в других областях охота к сожалению закрыта это владимирская область причем закрыли в пятницу вечером люди выехали в угодья я считаю это неправильно вот я еще буду отвечать по срокам охоты на водоплавающие есть вопросы почему я завел этот разговор закрыта нижегородской области вот там пожары закрыты районы костромской области там а чс и т.д. и т.п. мы в ярославле от охотились все было прекрасно но теперь отвечаю на ваши вопросы значит первый вопрос эти про эти про задал вопрос извините вот что написано то не зачитываю вот скажите пожалуйста солонцы простояли два года и лоси ни разу не приходили старики говорят что на кольской земле лоси на солонцы не идут решил хоть как-то помочь лося но труды прошли напрасно спасибо за вопрос вопрос очень хороший я примерно на такой вопрос отвечал по сахалину значит не везде лоси идут на солонцы но во первых на кольском полуострове не думаю что огромное количество лосей во вторых море рядом в третьих присутствуют какие-то солончаки и просто им не надо и прежде чем ставить солонцы надо почитать соответствующую литературу поговорить со специалистами не теоретически конечно надо обращаться в охот департамента они же дают разрешение если это общедоступное угодья или на в общество охотников если вы у них ставите в охот пользователя я про это говорил это закон прежде чем ставить солонцы надо получить разрешение они скажут нужны или не нужны это должны быть охотоведы грамотный игорский состав но к сожалению вот советую просто почитать посмотреть я думаю просто хватает соли потому что рядом море второй вопрос александр медальонов александр медальонов здравствуйте на связи республика калмыкия у нас чп первый раз в истории охота на зайца открывается с 15 сентября по 28 февраля настоящий заячий геноцид не могу успокоиться от этого абсурда что делать куда писать а значит александр сроки охоты делает утверждает министр трудных ресурсов господин козлов александр александр согласовывая все свои правила охоты с министерством юстиции да вот сразу могу сказать страна россии огромная страна и пишется нормативный документ правила охоты для камчатки для калининграда вы понимаете поэтому законодательная база должна быть написана рамочно на был в 2009 году некий директор департамента я ему лично сказал что дорогой господин мы должны сроки указывать огромные и в рамках этих сроков регионные должны сами устанавливать оптимальные сроки для своего региона калмыкия не только калмыки попала волгоград попал да другие регионы попали зайчихи в этот момент беременные сукотные как говорят зайчата охотники простые понимают не хотят идти на эту нахоту вот идет большой шум но этой серии когда лось открыли с 15 сентября я говорил уже про это кабана с 1 июня с собаками вот и прочее 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 значит что сделали так и было но потом определенные граждане депутаты государственной думы представители росохот рыболов союза они известные охотоведы в кавычках они приняли решение что если будут сроки меняться то это отвлечет инвесторов от охот хозяйственной деятельности этого делать не надо и поэтому они установили срок охоты с 15 сентября на зайца и теперь губернаторы то есть руководители регионов не имеют права изменить эти сроки они должны открывать охоту в соответствии с новым законом значит откуда якобы появились цены на путевки в волгоградском охот-обществе 25 тысяч заяц 20 тысяч волк чтобы люди не покупали путевки и не ходили на охоту якобы это их отпугнет я сказал просто не надо заниматься ерундой издеваться людьми просто поменяйте сроки потому что это решение абсолютно неправильное глупое оно вредит экономике россии экономике охотничьего хозяйства и дикому животному миру вот как-то так максим романов скоро открытие у нас на водоплавающую в теменской области а в связи с этим вопрос заезжать накануне открытия в пятницу рисковать налетать на нарушение правил охоты на хождение вне сроков либо ехать в субботу когда будет уже открыт охот кэш пятницу приезжаете ружье разобрано лежит машине эта транспортировка документы полный комплект у вас есть значит я не вижу в этом никакого нарушения и я еще раз говорю сегодня охотоведов нет практически а появились инспектора тиры каратели вот я вот сам был на открытие вам сказал мы заехали в пятницу я заехал в общество взял все документы ребята заехали до меня в охот хозяйства в наши это транспортировка стали устанавливать лагерь я с комплектом документов через час появился вот охотовед подъехал журналом все расписались все сделали значит все как бы нормально грамотно профессионально никаких проблем ружья убраны в машину машина закрыта они расчехлены мы сидим на лагере пьем чай соленым огурчиком на все в пределах разумного чай не крепкий вот получаем удовольствие всегда так было всю жизнь ну я еще раз говорю сейчас идет геноцид против охотников против вот ну как можно во владимире закрыть охоту с из пожароопасной обстановкой в пятницу вечером люди взяли путевки поехали в угодье как мне сказали владимирские охотники слава богу инспектора приезжали и просто выпроваживали людей домой но извините я заплатил деньги мне сорвали выходные я их планировал мне сорвали открытие почему за неделю нельзя губернатору принять решение и закрытия открыть вернее закрыть вернее извините я уже запутался охоту чтобы люди все понимали информационно были получили всю информацию ну я я вот я не знаю моей голове это честно не укладывается поэтому заезжайте в пятницу утром я вот уже в три ночи стою на шалаше у себя жду рассвета сижу рассветает первые выстрелы но какая суббота какие заезды ну я не знаю честно у меня даже нету ответа александр добрый день мой петрович проживаю и хожу на охоту в кировской области в настоящее время в соседних регионах костромской вологодской татарстане обнаружено вспышки а че с африканская чума свиней подскажите пожалуйста опасно ли мясо кабана инфицированного че с для человека и животных при употреблении в пищу уважаемый александр не опасно вот она не вредит человеку только диким на свиньям вот поэтому если вы добыли кабана ну и вон там зараженного этого не знаете ничего страшного вы его готовите никаких проблем не будет единственное что африканская чума свиней она уже ушла в торговлю вот например у вас домашний свинья болеет васало засолили продали кому-то да то она заражена это сало человек съел проблем нет кинул собачки кинул другой свиньи там на брестке какие-то надоело собачка если поела она начинает так сказать тоже может передать эту африканскую чуму контактировать со свиньями а если вы свинку покормили то она заболеет значит вот был случай заражения домашней свиньи в костромской области в одном из районов она заразилась комбикормом который был изготовлен как сказали специалисты в ивановской области на комбикорму заводе вы понимаете да то есть зерно было заражено сделали комбикорм человек купил привез домой накормил собственную скотину и свиньи заболели африканская чума но еще раз подчеркиваю человеку она не опасно ничего не бойтесь и не думайте об этом робин фишер пятый вопрос он мне понравился уважаемый робин фишер вы получите журнал с моей подписью напишите сюда под видео свой адрес вот куда вам отправлять телефон обязательно укажите понимаете полный комплект куда отправить журнал и он к вам придет добрый вечер я смотрю всегда и все ваши выпуски даже некоторые смотрю несколько раз и рассказываю близким друзьям охотникам спасибо большое я для вас и стараюсь вопрос в этом году уже нам 16 августа открылась охота на утку средней полосы россии но я тоже живу в средней полосе если мой вопрос вам интересен ответьте пожалуйста чтобы это слышали все я уверен вас смотрит очень высоко поставленные чиновники даже те кто пишет сегодня правила охоты уважаемый робин фишер смотрю анализируют воруют мои идеи выдают их за свои и доводят эти идеи до абсурда это я вам подтверждаю второе на утку открыть сегодня открывает сегодня охота птенцы маленькие плавают с родителем вот метки охотник убивает родители вот что случится с птенцами которые только-только учатся летать некоторые даже не умеют погибнут их лунь убьет сразу и без проблем и хищные животные могут тоже норка тоже интовидная собака кто-то реально должен извиняюсь кто-то реально должен это обследовать прежде чем разрешать охоту или это не имеет значения молодняк еще не учит не учился как следует а уже добыли родители вот я хочу услышать ваше мнение по этому поводу спасибо я несколько лекций дел по этому вопросу статьи писал журнал охота про водоплавающую я вам еще раз говорю охота на водоплавающие должна открываться в сентябре когда начинаются миграционные потоки птицы до в августе открывать ее нельзя потому что много хлопунцов значит все охотники выбивают на водоеме где они охотятся местную птицу в первые две недели августа они ее выбивают вы мне скажите какая птица должна вернуться на этот водоем откуда она понимает что надо именно прилетать на этот водоем та птица которая вывелась на конкретном водоеме она туда весной возвращается для размножения это закон поэтому выбив местную птицу а часть утка просто в том количестве в котором должна вернуться она не возвращается бейте птицу миграционно значит это сентябрь хотя бы надо открывать первые выходные сентября охоту эти мы неправильно работаем с популяцией водоплавающей подрываем значит подрываем численность водоплавающей сто раз про это говорил все охотоведы про это многие сейчас говорят можно было открывать в августе когда популяция на подъеме когда много утки сейчас утки еще раз вам всем говорю становится все меньше меньше и меньше водоплавающей причина хищники причина осушения водоемов причина значит браконьерские вещи весной и осенью и т.д. и т.п. в основном весной выбивают самок уток а это каждая птичка это 7 уточек мы не добираем осенью каждая вот весенняя самка и неправильные сроки охоты по по большинству диких животных нашей страны у нас на сегодня охотоведа охотоведов как таких уже не только не хватает советские времена их не хватало сейчас просто нет поэтому теоретически прежде чем хозяйство открыть охоту должны охотоведы и геря этого хозяйства провести обследование охотничьих угодий посмотреть на выводки посмотреть количество выводков посмотреть какие птицы не хлопунцы и не хлопунцы уже встала птицы на крыло не встала еще раз говорю само хозяйство должно принимать решение об открытии охоты вот кто заботится о популяции но с другой стороны одно хозяйство работает заботиться рядом все стреляют это ни к чему хорошему все равно не приведет это должна быть комплексная система хотя бы в рамках одной области вы понимаете ли одного края и поэтому надо проводить обследование охотничьих угодий перед каждым открытием охоты дальше принимать решение и за две недели охотников ставить в известность что охота открывается чтобы люди запланировали свой отпуск чтобы люди купили путевки чтобы люди закупили продукты подготовились созвонились и приехали на охоту и заплатили деньги а это рабочие места это социалка это на плата налогов и т.д. и т.п. к сожалению в нашей стране все открывается с потолка определенными гражданами никто ни на что не смотрит с популяциями диких животных не работает я вам говорю это как профессиональный биолог охотовед с огромным стажем работы отсюда у нас зайцы с 15 сентября лоси с 15 сентября до кабаны с собаками охотники подают суд чтобы им с лайками разрешили ходить по лесу с карелло-финскими да вальшнепов они будут подавать вот отсюда бардак полный ну я как могу отвечаю на ваши вопросы чтобы вы знали понимали вот и делали так как положено именно в охоте на остальные вопросы на которые не успел ответить я конечно отвечу я еще поработаю с некоторыми вопросами не переживайте по мере как бы изучения получения мы будем каждый вторник выходить на связь и отвечать на ваши вопросы а вы пишите задавайте общаемся журналом охота со мной спасибо вам огромное до встречи в следующий вторник